Всем привет! Меня зовут Евгений Туаев и вы на канале Барбаросса. Друзья, сегодня мы поговорим с вами о топ средств для вашей бороды. Мы сделали подборку из средств, которыми мы пользуемся в работе, каждый день, дома и рекомендуем вам их к использованию очень и очень смело. Ну что ж, друзья, поехали! Прежде чем мы начнем, у меня две новости. И да, первое, по поводу нашей академии в городе Санкт-Петербург, где мы готовим барберов. Ссылка в описании, можете перейти, записаться и освоить новую для себя профессию. Если по какой-то причине вы не можете приехать в Санкт-Петербург, хотите повысить квалификацию и вы барбер, либо вы хотите войти в эту профессию, но не уверены, что стоит тратить много денег на поездки и обучение, то наш онлайн-курс для вас. Переходим по ссылке в описании, он недорогой и позволяет вам оценить, насколько эта профессия вам подходит. И новость номер два. Друзья, наш канал ведет команда специалистов. И руководитель этой студии, вы могли видеть его в одном из наших выпусков, там я давал ему интервью о том, как я стал барбером, выпустил свою книгу. Вот такую. Если вас интересует, как продвигаться в Ютубе, как строить политику своего канала, что с этим всем делать, то можете смело заказывать эту книгу по ссылке. Книга полезна, интересна и наш канал является прямым тому подтверждением, друзья. Ну что ж, мы переходим к теме нашего ролика. Как ухаживать за бордой и какие средства нужно использовать? Как вы уже знаете, обязательно нужно бороду мыть, расчесывать, использовать масло, использовать бальзам, использовать щетку. Об этом уже были выпуски на нашем канале. Мы подобрали для вас топ средств, которые точно подойдут для вашей бороды. Открывает подборка у нас бренд Men's Stories со своей сывороткой. Вот так она выглядит. На самом деле данное средство очень крутое. У нас постоянно сметают его с пола, клиенты его очень любят, после того, как попробуют его на себе. В чем разница сыворотки и масла, которое многие люди привыкли использовать по уходу за своей бородой? Мы не будем углубляться в разницу составов, объясню проще на пальцах. Масло это довольно тяжелая субстанция. Масло, когда вы наносите на бороду масло, тяжелое, оно пропитывает волос, дает блеск, обладает, как правило, довольно таким ощутимым запахом. И самое главное, негативная сторона масла, что оно, в принципе, блестит и может где-то пачкать вашу одежду, если борода уже длинная, густая, окладистая. Сыворотка довольно летучая, она очень быстро испаряется и волос становится прям шелковистым. Ее нужно довольно немного. Обратите внимание на это средство, если вы носите бороду, там, сантиметра полтора, два, три, да даже на щетину, то у меня очень короткая щетина. Я наношу сыворотку после того, как вышел из душа и волос становится очень мягкий и шелковистый. Рекомендую. Мы переходим с вами к следующему средству от бренда Аперкат. Это вот такое масло для бороды. Почему масло? Да, сыворотка хорошее средство, нам оно нравится, не оставляет блеска, не оставляет практически никаких следов. Но масло все-таки это натуральный продукт. Многие ребята хотят пользоваться натуральным продуктом. Масло напитывает волосы, масло немного утяжеляет волосы и очень круто подходит для тех, кто любит вот этот запах от косметических средств. Это масло обладает довольно приятным запахом и экономно расходуется. Когда вы наносите масло на свою бороду, обязательно нужно смотреть, как хорошо оно впитывается и как долго держится эффект. От этого масла эффект держится довольно долго, но хорошо впитывается. Когда вы наносите масло на бороду, есть несколько критериев, по которым мы можем оценить, как хорошо оно работает. Можно сказать, что плюс-минус все масла работают одинаково, но не совсем. От состава, от композиции в том или ином средстве зависит, как быстро это масло впитается и насколько мягким будет ваш волос. И насколько оно его перепитает, утяжелит много нюансов. Просто взять подсолнечное масло, либо дома намешать кучу масел, ну так себе идея. Это масло хорошо впитывается, сильно не утяжеляет волосы, обладает довольно приятным ароматом. Несмотря на то, что цена многим может показаться довольно кусачей, на рынке есть, да, аналоги подешевле от разных других брендов. Но, тем не менее, масло того стоит, друзья. Мы переходим с вами дальше к бальзаму для бороды от бренда Рузел. Этот бальзам реально хорош. Он увлажняет вашу бороду. Подойдет он уже для тех, у кого, ну прям есть борода даже длиннее, чем моя. У тех, у кого хотя бы на полтора-два сантиметра и более. Вы берете немного бальзама, растираете его в руках, наносите на свою бороду, причесываете щеткой. Волосы становятся шелковистые, волосы становятся послушные. Сильной фиксации от этого бальзама не стоит ждать. О средстве сильной фиксации я скажу чуть дальше. Так вот, друзья, это средство, бальзам от Рузел, идеально подойдет для бороды средней длины, которую вы хотите увлажнить, напитать. Но вам не нужна излишняя жесткость и строгость в укладке. Если вы хотите сделать укладку пожестче, тогда обратите внимание на вот такой воск от бренда, опять же, Мэнсторис. Французы умеют делать вещи, друзья, хотя многие этого даже не подозревают на нашем российском пространстве. Этот воск, он называется у них воск, это прозрачная субстанция, довольно клейкая, с которой нужно очень аккуратно обращаться. Для короткой бороды он навряд ли подойдет. Если у вас уже длинная борода, вы хотите прям, чтобы ни один волос не торчал, чтобы она держала форму. Если вы ищете средство, которое будет держать усы, когда вы их подкрутите, этот воск для вас. Этот воск обладает очень сильной фиксацией, если вы хотите себе прям ровную волос к волосу бороду, это средство для вас. Остальные бренды я пробовал в свое время в работе огромное количество и на основе пчелиного воска, и на основе всего остального, и вся эти эко. Да, прикольно, да, интересно, в крайнем случае усы чуть-чуть подкрутить еще удержит, но бороду держит так себе. Это средство делает бороду прямо аж как запаянное, все, что хотите с ним, то и делайте. Если не стоит цель в том, чтобы сделать бороду такой, чтобы можно было кирпичи ломать, в таком случае вот такой бальзам от бренда Аперкат. Этот бальзам после нанесения увлажняет ваши волосы, напитывает, делает их более послушными, они становятся мягче, перестают колоть вашу кожу, допустим, если где-то вы прикасаетесь к шее. Средство хорошее. У вас может возникнуть вопрос, чем же отличается тогда масло, бальзам, воск, и почему мне нужно все это, или как, что мне вообще выбрать? Друзья, на самом деле, что сыворотка, что бальзам, что любое другое средство, которое мы рекомендуем для бороды, несет своей целью просто увлажнить ваши волосы. Волосы на вашем лице очень сухие и очень жесткие, они не бывают другими, они такие у нас от природы, такие они заложены. Именно поэтому мы их максимально увлажняем. Можно пользоваться чем-то одним, к примеру, только маслом или только бальзамом, без проблем. Но в таком случае у вас будет половина эффекта. Если вы наносите сначала масло, потом вышли из душа, протерли бороду, нанесли сыворотку, она у вас высохла, не спарилась, все борода стала мягче, перед выходом нанесли, допустим, тот же самый воск, бальзам, крем, неважно, что-то еще ухаживающее. Вы дублируете эффект, все это накладывается, волосы напитываются, и со временем вы получаете гораздо лучший результат, когда весь этот эффект накапливается, и получаете его гораздо быстрее. Поэтому эти средства по-любому должны быть в арсенале любого бородача. Возвращаясь к теме бальзама от Аперкат, обладает легкой текстурой, довольно легко наносится. Похожее средство, но немножко другое, это Барберкер. Мы уже упоминали его в ролике про бритье, и также великолепно он подходит для волос. У меня есть знакомый армянин, товарищ мой, который наносил его себе на волосы. У него очень жесткие волосы от природы, и он реально наносил это средство себе на волосы на голове, и они становились мягче для того, чтобы было удобнее их укладывать. То есть, чтобы вы понимали, насколько это средство, этот, я не знаю, крем, бальзам, как бы его ни назвали, он все-таки, насколько это средство реально делает ваши волосы мягкими. Присмотритесь к нему. Но его не надо наносить на влажную бороду, он начнет скатываться, вам будет неудобно потом его вычесать. Растерли в руках, и уже на сухие волосы его наносим. Неплохим средством является крем от бренда Морганс. Вот такой. Данный продукт также нацелен на то, чтобы увлажнять ваши волосы. Он нацелен на то, чтобы приглаживать щетину на ваших волосах. Ключевая разница между брендом Рузел, допустим, который мы показывали ранее, не особо. Кому нравится какой запах, кому нравится какой эффект. Кто-то находит для себя именно Морганс, кто-то открывает Рузел. Мнений очень много. Оба средства хороши. Покупая их, вы не выбросите деньги на ветер, друзья. И сравнивать их, ну, плюс-минус, как сравнивать Ауди и Бэйвэйс. Кстати, напишите в комментариях, какая марка вам нравится больше. Друзья, если вы хотите что-то аналогичное и дешевле, без проблем. Есть огромное количество российских брендов. Есть огромное количество, да вообще всяких разных брендов, которые что масла предлагают по 200 рублей, что бальзамы предлагают по 300 рублей. Без проблем. Не вопрос. Я считаю, что если вы хотите ухаживать за собой, то можно иногда немножко себе где-то позволить потратиться хотя бы разок. Если не понравится, можно уже купить любой другой бренд, который гораздо дешевле. Если вы хотите что-то дешевле, обратите внимание на состав. Экспериментируйте. Мы уже делали выпуски, где разбирали недорогие стайлинги и недорогие средства. Не всегда они отрабатывают так, как те, которые подороже. Поэтому экспериментируйте, выбирайте и не делайте вывода, что если вам не помог воск за 300 рублей, что все остальные воски, которые стоят 1000 рублей, также не работают. Недаром, друзья, они стоят 1000 рублей. Отдельно в будущем мы снимем выпуск, где расскажем, почему российская косметика все-таки зачастую уступает зарубежным аналогам. Мы в свое время сталкивались с этим, когда решили производить собственную линию косметики. Я вам расскажу в отдельном выпуске, с чем мы столкнулись. Ставим палец вверх. Не забываем написать в комментариях, каким образом вы ухаживаете за своей бородой. И не забываем о том, что во всей нашей сети барбершопов Барбаросса действует 20-ти процентная скидка на первую изи. Переходим по очередной ссылочке в описании. Barbarossa.top – самая главная ссылка. Выбираем свой город, выбираем филиал и попадаем к мастерам, которые точно подскажут вам, как за вашей бородой нужно ухаживать. И еще и великолепно подстреливать. Ну что ж, друзья, до встречи в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok